рабаш статья 2 1984 год по поводу любви к товарищам первое необходимость любви к товарищам второе по какой причине я выбрал именно этих товарищей и почему товарищи выбрали меня третье должен ли каждый раскрывать любовь которую он испытывает к товарищам или достаточно того что у него есть любовь в сердце и он работает в любви к товарищам скромности и поэтому не должен раскрывать что у него в сердце ведь как сказано быть скромным это великая вещь или скажем наоборот он должен раскрывать любовь которая есть в его сердце своим товарищам потому что этим раскрытием он приводит к пробуждению сердца товарища по отношению к другим товарищам чтобы и те почувствовали что каждый старается любить товарищей и выигрыш от этого в том что таким образом он получает большую силу чтобы действовать любви к товарищам с большей настойчивостью интенсивностью потому что сила любви каждого включается в товарища находим согласно этому что вместо того что у него была одна сила позволяющая действовать любви к товарищам выходит что если общество состоит из 10 товарищей он включает в себя теперь 10 сил тогда как если каждый не раскрывает свою любовь товарищам ему не хватает силы группы поскольку очень трудно увидеть любовь товарища и каждый думает о себе что он праведник и только он любит товарищей получается что у него есть только его собственная маленькая сила позволяющая работать любви к ближнему отсюда следует что эта работа должна быть в явном виде они в скромности однако следует постоянно напоминать себе о цели группы иначе эгоизм имеет обыкновение затушевывать цель поскольку он всегда заботится о собственной выгоде ведь нужно помнить что все общество было создано на основе достижения любви к ближнему которая является трамплином любви к творцу а это достигается именно тем что каждый говорит что группа нужна ему чтобы он мог отдавать товарищу безвозмездно иначе получится так что группа нужна ему чтобы он получал помощь подарки и тому подобное чтобы благодаря этому его эгоизм был бы удовлетворен однако такое общество построено на основе эгоистической любви и такая группа несет ему только развитие его эгоизма ведь он видит что у него есть возможность наполнить свое желание получать за счет любви товарищей к нему необходимо помнить что это общество было создано на основе любви к ближнему то есть чтобы каждый получил от товарищей любовь к ближнему и ненависть к своему эго а то что он видит что товарищ прилагает усилия в преодолении сам себе любия и в любви к ближнему это приводит к тому что каждый будет включать в себя намерение товарища получается как сказано выше что если группа основывается например на десяти товарищах каждый будет включать в себя 10 сил которые занимаются отменой своего себя любия и любовью к ближнему иначе мало того что он остается только лишь с одной своей силой любви к ближнему поскольку он не видит что товарищи занимаются этим ведь товарищи действуют в любви к ближнему в скромности вдобавок товарищи действуют на него так что он теряет собственную силу идти по пути любви к ближнему и он учится от их дел и попадает под власть эгоистической любви четвертое должен ли каждый знать чего не достает каждому из его товарищей конкретно чтобы он знал чем он может наполнить их или же достаточно действовать в любви к товарищам в общем